Дисклеймер! В этом видео мы покажем животных, которые с помощью добрых людей смогли высоединиться с природой и радоваться жизни. Однако убедительно просим вас не просить у родителей купить вам льва, медведя или крокодила. Салют, катанцы! Мы часто рассказываем вам факты о животных, часто говорим о научной фантастике и очень часто вместе фантазируем. Сегодня мы не фантазируем, мы смотрим реальные и порой невероятные примеры дружбы. Тигр, гепард, лев. Что думаете, все? А как вам медведь-гризн или, скажем, крокодил? Именно так. Уникальная возможность повысить настроение и зарядиться позитивными всякими делами. Скорее, давайте щелкайте подписыча, колоколыча и мы начинаем! Заставка, пау! Мужчина с Юга Америки имеет свое ранчо. А какие животные сразу представляются, когда говорят об Америке и ранчо? Правильно, буйволы. Однако, сегодня мы поговорим о непростом буйволе. Этот господин спокойно может расхаживать по дому владельца. Причем, как утверждает сам хозяин ранчо, когда он снаружи, он может быть весьма и весьма большим врединой. Но стоит ему зайти в дом, например, в гостиную, где буйвол очень любит отдыхать прямо на полу. Он ведет себя очень уважительно, самый настоящий джентльмен. Мужчина утверждает, что животное понимает, кто в доме хозяин, поэтому не позволяет себе хулиганить. Крайне необычно, когда ещё такое можно увидеть? Брутус, огромный ручной медведь гризлищ. Сто-о-о-о! Ручной медвее-е-е-е-едь. Ихе-е-е! Да, ручной медведь, three жизнейurg с лишним килограмм. А это Кейси Андерсон, его лучший друг Кейси-натуралист, который однажды наткнулся на двух медвежат, оставшихся без мамы. Им было порядка двух недель, и добрый человек решил забрать медвежа с к сожалению, один из мишек не выжил, однако Брутус не остался один. Кейси вырастил, воспитал медвежонка с любовью, уважением и уделяя ему большое количество внимания. Сейчас Брутус живёт в убежище для животных, построенном мистером Андерсоном, и может себе позволить жить, как настоящий медведь. Несмотря на то, что Кейси считает медведя безобидным, никто, кроме него, не имеет возможности подходить к Брутусу. Безопасность превыше всего. Идём дальше. Волонтёр, работающий в заповеднике Чита Экспериенс, по имени Дольф Волкер, был ответственен за малыша Гейба, африканского гепарда. Мистер Волкер и Гейб образовали невероятный союз, который действительно поражает. На следующих видео мы покажем моменты, когда Дольф воссоединился с Гебриэлем. Спустя длительный промежуток времени, Гейб вырос и представлял из себя взрослую и сформировавшуюся особь. А гепарды, как вы знаете, довольно опасные и стремительные хищники. Но опасения Мистера Волкера по поводу того, вспомнит ли его Гейб, были напрасны. Гейб сразу узнал голос волонтёра и устремился к нему. Сначала они общались через сетчатый забор, но после стало ясно, что Дольфу нечего бояться. По словам Мистера Волкера, Гейб – его самое любимое животное на этом свете, не считая его преданной собаке. Интересно, что Гейб доверяет только Дольфу, и не особо-то любит подпускать к себе других волонтёров. Такая вот необычная история. Марк Думас. Мужчина с 60 лет и это единственный человек, который может позволить себе плавать с полярным медведем. Да, снова медведь. Его друга зовут Эгги. Это 16-летний полярный медведь, с которым мистер Думас частенько плавает в своём бассейне. Бесстрашный Марк борется с Эгги на траве, а та его обнимает и целует. Что интересно, так это тот факт, что Эгги даже сыграла медвежонка Кабби в фильме «Аляска» 1995 года. А ещё Марк рассказывает, что Эгги, когда мужчина отвлекается от игрища и начинает разговаривать с кем-либо другим. Эгги тут же ревнует и начинает капризничать. Медведица живёт с Марком и его женой с момента, когда ей было всего 6 недель. Смотрели, кстати, фильм «Аляска»? Отвечайте вот тут. Обязательно посмотрите, если не смотрели и пересмотрите, если смотрели. Замечательный и добрый фильм. Пожалуй, самая трогательная и невероятная история. Мужчина из Коста-Рики по прозвищу Чито. Самый настоящий любитель природы и животных. И самым близким его другом является крокодил Почо. Невозможно, скажите вы. Возможно, катанцы. Возможно. 20 лет назад простой рыбак из Коста-Рики нашёл крокодила, раненого и ослеплённого пулей охотника. Это невероятно, но мужчина выходил крокодила Почо и выпустил обратно на свободу. Каково было удивление рыбака, когда Почо стал регулярно приплывать обратно. Таким образом, человек и крокодил образовали, пожалуй, самый невероятный союз. Однако то, что рыбак Чито может себе позволить дружить и даже плавать с крокодилами, никак не отменяет того факта, что крокодилы – смертоносные хищники. Идём дальше. Этот львёнок был рождён в неволе в августе 1969 года. И, скажем честно, эту историю очень важно знать. В том же году львёнок был выкуплен некими австралийцами Джоном Рэндаллом и Энтони Эйсбруком. И чуть позже стараниями Джорджа Адамсона был приспособлен к дикой жизни в африканских прериях. Самый интересный момент в этой истории – это воссоединение Кристиана и мистера Адамсона, которое мы сейчас вам покажем. Торжественное воссоединение Кристиана и Джорджа буквально взорвало интернет. Видео набирали миллионы просмотров. Мы позвали его. Он начал медленно приближаться к нам, затем стремительно прыгнул, сшип с ног и обнял. Положил лапы на плечи, как он обычно это делал. В 2008 году корпорация Sony даже объявили, что хотели бы снять про Кристиана целый фильм. А в 2010 году была выпущена детская книга «Кристиан. Обнимающийся мест». Какая история впечатлила вас больше всего? А какие еще истории о невероятной дружбе людей и животных вы знаете? Прошу вот сюда их. Щелкайте подписыча, колоколыча и обязательно пишите нам. Теперь вы знаете больше, а это круто. Пока!